При этом ни одного смертельного случая после заражения коронавирусом в КОМИ нет. Однако в социальных сетях появляется множество ложных, фейковых сообщений, а также слухов и домыслов на эту тему. Те, кто распространяет сплетни, только мешают врачам делать их работу. Ведь людям в белых халатах приходится бороться не только с самой инфекцией, но и с пересудами вокруг нее. Со специальным обращением на эту тему к жителям республики выступил министр здравоохранения КОМИ Дмитрий Березин. Уважаемые жители республики КОМИ, хочу обратиться к каждому из вас лично. Сейчас в интернете, в социальных сетях появляется очень много информации по теме распространения новой коронавирусной инфекции. Зачастую противоречивой и абсолютно недостоверной. Прошу не верьте всему, что пишут в пабликах и комментариях. Не верьте слухам, сплетням и домыслам. В нашей республике существует только один единственный источник достоверной информации. Это оперативный штаб, который в ежедневном режиме публикует актуальную и проверенную информацию, а также сводки управления Роспотребнадзора по республике КОМИ. Дорогие друзья, прошу каждого из вас быть бдительным, сталкиваясь с массой слухов, которые сегодня, увы, буквально наводнили интернет. Так называемая людская молва, пересуды в социальных сетях и пересылка друг к другу любых недостоверных данных – это не просто ложь, это крайне губительная ложь, которая рушит всю ту системную работу, которую сегодня проводит наша республика в целях борьбы с коронавирусом. Откровенный бред, которого в последние дни все больше, к сожалению, не знает ни моральных, ни этических границ. Вчера, к примеру, в Эжве людская молва в буквальном смысле похоронила живого человека, нашего коллегу-врача. Даже после нашего официального опровержения многие, якобы знающие комментаторы, не унимались и продолжали распускать слухи, пока члены семьи доктора лично не сообщили о его здравии. Уважаемые земляки, я официально заявляю, на данный момент в республике КОМИ нет ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции. Так же, как никто не собирался и не собирается закрывать от внешнего мира Эжву. Да, есть два выявленных и подтвержденных случая заболевания в Эжвинской больнице. Один пациент наблюдается на дому, второй находится на лечении в республиканской инфекционной больнице. Состояние обоих удовлетворительное. Предприняты необходимые меры по определению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Друзья, мы делаем абсолютно все, что в наших силах, чтобы уберечь и защитить вас от массового распространения инфекции. Я искренне прошу вас, помогайте нам, исполняйте рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. Доверяйте только официальной информации и не участвуйте в той бредовой истерии, которая творится в слуховой среде и интернет-комментариях. К моему большому сожалению, распускание вранья и слухов – это самая настоящая интернет-болезнь, от которой ни один врач вылечить не сможет. Но я хочу, чтобы вы знали, каждый раз, когда будете поддаваться на провокации, когда будете участвовать в обсуждении и распространении ложных непроверенных сведений, вы будете прямым соучастником всего того, что очень мешает нам, врачам, делать свою работу. Пожалуйста, будьте благоразумны, берегите себя, своих близких и всех, кто вас окружает.